МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня БИИСК посетил министр здравоохранения Алтайского края. Любви все возрасты покорны. Сегодня, в День Святого Валентина, расскажем счастливую историю семейной жизни людей, которые вместе больше 50 лет. Останавливали всех подряд. Что за рейд сегодня в центре города устроили сотрудники ГИБДД? Итак, мы начинаем. Вот и познакомились. Сегодня БИСК посетил министр здравоохранения Алтайского края. На встрече с главными врачами медучреждения он обсудил основные болевые точки здравоохранения Наукограда. Вопрос номер один для БИСКа. Катастрофическая нехватка кадров. По отдельным специальностям укомплектованность врачами составляет лишь 30%. На сегодняшний день задача и министерство, которое перед собой ставит, это сконцентрировать все усилия на укомплектование в первую очередь основными специалистами. Невозможно оказать медицинскую помощь. Я буду повторяться без врача-терапевта, педиатра, без хирурга, акушера-гинеколога, анестезиолога, реаниматолога. В БИСКе крайне актуальная тема – это вопрос неврологов, которые работают в первичном сосудистом отделении, где очень тяжелые больные. Поэтому на этих специалистах надо в первую очередь сконцентрировать внимание и будущих выпускников, и целевое обучение, как заказ от Министерства здравоохранения, сделать для того, чтобы в течение трех лет нам мог подняться до уровня для терапевтов порядка 80-85%. Для узких специалистов – это где-то к этому же проценту. Как показывает практика, выпускники медицинских вузов не спешат на работу в БИСК, предпочитая либо более крупные города или другие регионы, либо останавливают свой выбор на селе, где медикам даются подъемные в виде миллиона рублей. В Министерстве здравоохранения уверены – решать эту проблему можно только совместными усилиями. Напомним, что в БИСКе уже принят ряд программ финансовой помощи молодым специалистам и медикам, перебирающимся в город на работу. Со своей стороны, уже в 2019 году Краевое правительство и Министерство здравоохранения обещают заложить средства на поддержку именно межрайонных центров, и БИСК является одним из крупнейших краев. Напомним, что Дмитрий Попов назначен краевым министром здравоохранения в конце октября. На Алтай он прибыл из Красноярска, где занимал должность регионального замминистра здравоохранения. Не нужно запоминать другие номера, теперь он один. В БИСКе 16 сотрудников дежурной диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям обеспечивают быстрое оказание помощи в любом происшествии благодаря единому номеру 112. Оператор 112, слушаю вас. Скоро скажите, пожалуйста, адрес свой. Теперь при поступлении экстренного звонка можно создать конференц-связь со всеми службами спасения. Не надо тратить время на сбор информации, а только потом отправлять ее в полицию, пожарным или медикам. Также операторы решают проблемы и по коммунальному хозяйству. Новая служба 112 пока работает в тестовом режиме, который продлится еще в течение полугода. Это необходимо, чтобы выявить все недостатки и учесть замечания. Есть и первые данные. В БИСКе только за прошедшую неделю обработано 1579 звонков. Большинство из них касаются вопросов коммуналки. Добавим, что старые, привычные для многих номера 101, 102, 103 и 104 пока также работают. В эфире информационная программа «Будни». Мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Любви все возрасты покорные. Сегодня, в День Святого Валентина, расскажем счастливую историю семейной жизни людей, которые вместе больше 50 лет. Останавливали всех подряд. Что за рейд сегодня в центре города устроили сотрудники ГИБДД? Когда есть цель, но путь к ней долг и сложен, есть простое решение. В КПК «Зенит» сбережения по 13,95% годовых. У нас все просто работает. Внимание! В Сибирь Декор скидки до 30%. Монтаж 24 часа. Рассрочка. Нужен натяжной потолок? Звоните 555-152. Закажи такси. Телефон. 99-99-99-99. АЭС «Финанс». Тариф «Поддержка». Теперь 13,95% годовых. Для членов кооператива – бесплатные юридические консультации. 8 800 303 47. Эксклюзив. Криминальная хроника за неделю. Разоблачение и задержание. Комментарии следствия. Расследование громких уголовных дел и приговоры суда. Участок 112. 14 февраля – день всех влюбленных. Сегодня в Бийске узами брака связали себя три пары. Обычно в будние дни молодоженов расписывают просто в кабинете. А сегодня, в честь Дня Святого Валентина, регистрации прошли в торжественной обстановке. Подарки, цветы и валентинки с пожеланиями. Этот день молодоженам запомнится надолго. Специально для них сотрудники ЗАГСа организовали тематическую программу, посвященную международному празднику. Отметим, что кроме молодых в этот день романтично отметили праздник еще семь пар. Они подали заявление на регистрацию брака. Однако, как отмечают сотрудники ЗАГСа за последние три года, дата 14 февраля не особо пользуется популярностью. Сейчас бичане предпочитают играть свадьбы 8 июля – в день семьи, любви и верности. Ну, подали заявление, приехали. Ну, нам сказали, что вообще в будние дни в кабинете расписывают. Ну, потом нам сказали, что вот здесь праздник, а там торжественный зал работать будет, гостей можно позвать, там родителей. Ну, конечно, мне это и обрадовалось больше, чем лучше же, чем в кабинете-то это сидеть. Для меня сегодня то, что 14 февраля, я вообще не ощущаю то, что это день влюбленных. Да, не воспринимаю то, что сегодня праздник какой-то такой международный. Просто бракосочетание то, что и все. Для меня только это на первом месте. Любви все возрасты покорные. В Бийске есть семейные пары, которые уже на протяжении полувека идут рука об руку. Они являются примером счастливой семейной жизни не только для своих детей и внуков, но и для всех, кто их знает. О секрете семейного успеха Читы Паршиных далее в сюжете. Заветный баян Петр Степанович достает крайне редко. Но в день всех влюбленных он не забывает о семейных традициях и обязательно исполняет для своей Любы какую-нибудь композицию. Этот музыкальный инструмент пенсионер хранит почти 60 лет. Из них более 50 баян помогает влюбленному мужчине выражать свои чувства. История любви семьи Паршиных началась больше полувека назад. Познакомились они на танцплощадке. И сразу же каждый из них понял. Вот она, моя вторая половинка. Он как встал около меня, он больше уже не отошел. И я поняла, что этот человек именно мой. Красивый, кудрявый, шевелюра такая. После трех лет конфетно-букетных отношений Любовь Петровна и Петр Степанович решили пожениться. И до сих пор супруги с улыбкой на лице вспоминают день свадьбы. А точнее, целых три дня. Вот за эти три дня, я не знаю, сколько раз они делали пешком с мочища до сахарного завода. Такое путешествие. Зять мой где-то нашел рог коровий. Обчистил его. И наливали туда водку или там чего. И всех всю дорогу оттуда и туда угощали. Паршины не сидят на месте. Очень любят путешествовать, собирать грибы и рыбачить. Раньше Петр Степанович увлекался фотосъемкой. Поэтому в их семейном архиве очень много фотографий. Которые и по сей день напоминают о молодых годах. Мы старались, чтобы так, чтобы у нас отпуска были в одно и то же время. Мы брали путевки туристические и ездили. Мы проехали и на Украине были, и на Черном море были, и на Иссыкуле были дважды. В Москве были. Короче, не сидели дома. Сейчас у Паршиных большая и дружная семья. Дочь, сын, четверо внуков, внучка и правнучка. В прошлом году они отметили золотой юбилей. Как нам рассказали супруги, главный секрет их семейного счастья – уважение друг к другу, взаимопонимание и, конечно же, поддержка в трудные минуты жизни. Кристина Мелехова, Андрей Сегаев. Будни. От ГИБДД и волонтеров Бийского педколледжа с любовью. Романтический праздник, который отмечают миллионы влюбленных во всем мире, не обошел стороной правоохранительные органы Бийска. Сегодня сотрудники госавтоинспекции останавливали водителей, как и положено проверяли документы и каждому вручали валентинки. Здравствуйте. В честь Дня Святого Валентина мы хотели бы подарить вам такую открыточку, на которой написано пожелание. И никогда, пожалуйста, не забывайте про правила дорожного движения. Благодарю вас. Всего доброго. Соблюдай дистанцию, пристегнись, не нарушай. Эти и многие другие советы водители получили в необычной форме. Популярные валентинки автолюбители приняли с удовольствием и обещали выполнять те пожелания, которые на них написаны. Акция «Валентинки для машинки» в нашем городе проводится уже на протяжении многих лет. Красочные открытки на этот раз смастерили студенты Бийского педагогического колледжа. Водители положительно реагируют на данное мероприятие. Они, так скажем, с теплым сердцем принимают сердца, изготовленные волонтерами. Ну и, конечно же, стараются соблюдать правила дорожного движения. И к новостям спорта. В Бийске прошел ежегодно открытый городской турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие порядка 130 спортсменов. Борцы разыграли 13 комплектов наград. За победу боролись не только бичане, но и спортсмены из Горно-Алтайска, Барнаула и Зонального района. Соревновались они в двух возрастных категориях – 12-13 лет и 14-15. Также на ковер вышли и начинающие спортсмены в возрасте от 7 лет. Для некоторых это был первый серьезный старт. Соревнования прошли в спортивном зале Бийского промышленно-технологического колледжа. За победу юноши получили не только медали и грамоты. На протяжении всего сезона они зарабатывают баллы, которые будут суммироваться и в конце сезона им будут присвоены юношеские разряды. Если говорить о результатах, то большую часть медалей завоевали бийские спортсмены. Добавим, что теперь победители представят наш город на краевых соревнованиях. Не только строим, но и производим. Материал «Стройсервис» – огромный выбор бетонных и железобетонных изделий. Всем клиентам сезонные скидки. Производство бетонных и железобетонных изделий начинается здесь. В огромном помещении находятся все составляющие будущего раствора и бетона, которые тщательно перемешиваются на современном оборудовании. Затем бетон поступает в цех. Колонны, плиты пустотные, дорожные, кольца, крышки, сваи, лотки и многое другое – все это собственное производство. Бийская компания «Материал «Стройсервис» уже давно работает в строительной отрасли. Контроль качества ведется на всех этапах производства. Бетонные и железобетонные изделия соответствуют ГОСТу. В компании имеется большой автомобильный парк. Если вам нужны плиты или колонны, но вы не можете их забрать самостоятельно, то здесь вам готовы помочь. Доставят сколько надо и куда скажете. Компания «Материал «Стройсервис»» гарантирует высокое качество продукции по приемлемым ценам. Сейчас всем клиентам сезонные скидки. «Материал «Стройсервис» не только строит, но и производит. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – Центр проктологии и урологии «Медлайн». Комфортное лечение проктологических заболеваний без операций и больничного. Геморрой тревожит. «Медлайн» поможет. Прием проктолога всего 490 рублей. Ректоромоноскопия в подарок. Звони. «Медлайн». 15 февраля в Бийске будет ясно. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление и влажность воздуха превысят норму. Магнитное поле Земли останется спокойным. Ночью минус 17, минус 19. Днем минус 10, минус 12. И это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях и на Ютьюбе. Счастливо. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok